да я хотела просто спросить вот это вот который по очищению матрицы у вас вот со свечами же есть вот это вот очищение системы очистки энергоинформационной матрицы называется а она как раз таки может помочь очиститься вот очистить свою программу от если есть какие-то подселенцы но подселенцы это же тоже программа правильно а все является программой слово помочь ну она не очень подходящее это решает задачу и вот эти вот подселенцы мы скажем программа подселенцы слово какое-то такое сказочное а все происходит в вашем сознании поймите поэтому у нас конечно есть концепции разные у нас есть подселенцы с глаз еще чего-то но поймите весь мир абсолютно весь мир находится внутри вашего сознания включая меня с моим словами хорошо если вы владеете да я понимаю но даже я же видела что люди даже никогда в это не верили отрицали это но это все равно на на них как бы работает кто-то может оказывать на них влияние не даже если правильно в том случае когда они до в том случае когда они находятся в состоянии просто веры но у них сомнения когда человек верит у него остаются сомнения когда человек знает у него сомнений больше не остается и с ним ничего невозможно сделать ну хорошо если пока я нахожусь на на том вот уровне пока еще нет такого вот знания конкретного этого есть просто как бы верой какие-то сомнения существуют что вот эти люди делаете берите делаете вот это значит может нам помочь очистить нашу программу а да не помочь а в моем же сознании что это это я могу избавиться от этих программ которые и же видимо есть которые программы нам искусственно создают на умышленно кто-то это делает на самоуничтожение на разрушение личности да это не так боженька руководит этим процессом для чего для того чтобы игра случалась то есть люди то они думают что есть какие-то злыдни там писюковые которые всякие гадости мутят это правильно но возникает другой вопрос что побуждает в их сознании использовать то или иное для причинения и создания вот этих сложностей для других людей кто руководит их действиями что руководит их телесно-умственным аппаратом выполняющим подобные задачи вот когда ответ находится на этот вопрос тогда появляются у индивидуума дополнительные инструменты очень простые то есть я должна задуматься о том чтобы если я например точно знаю что кто создает эту программу я должна по вы не должны вы можете вы не должны убейте в себе убейте в себе слово должен убейте его вообще убейте навсегда и станете свободны ака чем это можно заменить как это можно осознать по-другому может я должна очистить от этой программы как можно сказать по-другому я могу вы можете я могу я могу еще следующий этап я делаю и я очищаюсь утверждение и смотрите такой вопрос владимир вот я не знаю зонда в общем я так и не читала на насколько я знаю что по нему нужно там вот или вот всякие вот эти программы когда человек то есть человек болеет то же время он повторяет я здоров я здоров но это же самообман когда у тебя там ногу нога гниет и ты утверждаешь себе я это же обман это же самообман как можно утверждать что там или я так это не работает все правильно да это шоу программа под названием зелан ее нужно правильным образом понимать дело в том что тот кто верит имеет сомнения соответственно вам рассказали что это вот так надо делать вы это делаете но имеете сомнения поэтому у вас ничего не получается поэтому это бестолковая фигня но подождите но есть существенный нюанс вектор движения размышлений вектор к пониманию указан правильно поэтому это не является это является одновременно и правдой и ложью дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний не излечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание я постараюсь вам я постараюсь вам объяснить постарайтесь понять что я вам сейчас скажу представьте себе представьте себе поезд который движется в пространстве со скоростью света 200 тысяч чуть меньше 200 тысяч километров в секунду представьте что этот поезд колосса этот вагон колоссального размера 400 тысяч километров вы стоите посреди вагона у вас в правой и в левой руке по пистолету каждый пистолет стреляет пулей со скоростью 200 тысяч километров в секунду вы одновременно нажимаете два курка для вас для того кто находится в поезде в центре вагона движущегося со скоростью 200 тысяч километров в час оба стекла справа и слева разбиваются одновременно когда в них попадают пули вы стреляете из центра вагона из одинаковых пистолетов с одинаковой скоростью понимаете представили да 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 теперь представьте что есть другой наблюдатель который смотрит со стороны как вагон со скоростью 400 тысяч километров в час 200 тысяч километров в секунду точнее двигается так вот для вас относительно применяя теорию относительности для наблюдателя со стороны сначала разобьется стекло которое в конце поезда и только потом разобьется стекло которое находится в начале поезда и ту и ту правда это зависит от того с какой точки вы наблюдаете поэтому тут мир в котором мы с вами находимся он содержит себе и правду и ложь правда и ложь это относительное суждение это зависит от того с какой точки вы наблюдаете поэтому для вашего соседа может быть правдой утверждения x а для вас утверждение x является ложью в чем же разница разница в том что вы верите или знаете именно этим определяется правдивость вы знаете и верите что для вас утверждение x является правдой вы себе не лжете не обманываете ложью является следующее когда вы знаете правду но сознательно извращаете правду дабы получить от этого ментальную и в конечном итоге в любом случае материальную выгоду это является ложью то есть сознательное извращение ваших убеждений но если ваши убеждения и убеждения вашего соседа противоположены по своей сути но каждый из вас убежден и не лжет себе и как следствие другим то оба утверждения являются правдой но при этом являются противоположностью в результате чего у некоторых может возникнуть когнитивный диссонанс невозможно разрешить такую ситуацию с точки зрения того кто прав кто нет оба правы но эти правды взаимокомпенсирующие то есть прямо обратно противоположны поэтому вопрос в том как вы воспринимаете ту информацию которую вы получаете всякая информация будь то святое писание или там кривое писание до чего угодно абсолютно и никогда нет смысла подходить к этому таким образом что вот этот написал правду а я дурак тут вот теперь я точно знаю нет читали чего-то почувствуйте сердце интуитивно внутри себя не спешите принимать что-то на веру не спешите также и что-то опровергать просто прислушайтесь к своему внутреннему состоянию используйте это как некий некую некую базовую информацию которая теперь у вас есть может пригодится может нет хотя по факту так или иначе это пригождается понимаем мы этого или нет то есть ничего бесполезного в этой жизни мы получаем мы же вот что-то слушаем и она абсолютно вот залетает в одно ухо и вылетает она не несет в себе ничего а что-то ты вот слушаешь и она вот отзывается в твоем сердце в твоем душе ты вот просто знаешь что вот это твое что это так и есть ты как бы вот услышал подтверждение тому что вот в тебе это было в твоих мыслях подсознание а что-то абсолютно вообще как бы пролетает мимо это просто остается информацией причем она не нужна и она уходит из тебя или это все равно подсознание остается любая это остается в подсознание и всякая ложь которую вы сортируете пропуская через свои фильтры через фильтра сознание информации все равно проходит всякая ложь приносит вам пользу тоже как только вы идентифицировали то что какой-то индивидуум изворотил сознательно извратил информацию у вас уже имеется полезная информация не только об индивидууме а и о моделях которые применяются в подобных ситуациях то есть вы становитесь мудрее через это то есть вот это вот кто-то по моему кто-то вы по моему рассказывали кто-то рассказал эту историю когда проповедник приходит и начинает вот этим вот тузем там рассказывать то что есть ад что есть рай все это говорить что за этого попадете в ад или в рай а потом туземцы говорят а если бы мы этого не знали мы бы попали бы в ад он говорит нет но тогда зачем ты нам вообще об этом рассказал это действительно так работает то есть если бы мы не знали бы об этом с нами бы это и не произошло ну вот как это если туземцы начинают в это верить в них создается модели но есть такие туземцы которые послушали послушали проповедника взяли и посадили его на кол и говорит мой хороший вот теперь когда так сказать вот это обструганный кол через твою жопу до твоих мозгов так сказать проехал теперь ты можешь наблюдать тот самый ад о котором ты нам рассказывал прямо здесь и сейчас это существенно меняет восприятие проповедников существующей реальности и изменяет вообще их отношение к тому о чем они говорят то есть если человеку не внушать с детства скажем что он за воровство попадает попадет в ад если ребенок в это не верит то он может воровать ничего с ним происходить не будет так это работает получается абсолютно верно более того как вы считаете вот персонажей компьютеров которые игру вы играете который там монстр да вот с монстром надо сражаться он плохой он на всех нападает ему положено вот вы написали программу этого монстра ему что положено в ад за это но нет в чем его вина эта программа он играет свою роль можно пожалеть чтобы ему выполненную долю а это бессмысленно жалеть по той простой причине что каждый исполняет волю творца именно в том в чем эта воля изначально предопределена поэтому каждый индивидуум не заслуживает ни одного ни второго а потом смотрите что владимир такое наблюдение вот например я любила вот как бы я люблю детям делать подарки неважно моим чужим просто ну вот мне нравится делать им какие-то подарки там книжки дарить какие-то игры и вот из моего наблюдения так понимаю что вот есть дети которые получают этот подарок и они им наслаждаются они ему радуются они эту книжку читают они как-то развиваются да и ты видишь вот эту радость и тебе хочется давать больше а есть вот дети которые вот получают эту книжку и вот он прямо на тебя смотрит и он ее старается порвать и вот он вот ее как бы вот и не знаю на кусочки рвет и вот он смотрит и вот он наслаждается твои вот своими эмоциями и это не он радует ну так то что этому ребенку ничего не хочется давать больше со временем хотя дети они же все дети ну вот это желание автоматически как-то само по себя она пропадает вот мне кажется что у бога наверно тоже вот таким таким детям знаете что надо давать то я выберете делаете шоколад шоколад знаете что такое ну да и ставите туда кашу правильно он вам книжечку порвался мой хороший вот тебе конфеточка вкусная кушай милый поправляйся будешь толстым красивым нет я чего хотела сказать а вот может быть у бога тоже так же вот когда он смотрит что вот он что-то дает человеку неважно много ли мало и когда человек этому радуется он за это действительно благодарен душе вот этому малому что-то мало мало ему дали хорошее в жизни и человек радуется этому от души он это ну вот действительно он за это благодарен это принимает он радуется жизни Боженьке хочется давать, видимо, так же этому человеку больше. Или это не так? На самом деле это не так. Все то, что происходит, и малыш, который рвет книжку, он рвет ее, не его ум рвет эту книжку. Его телесно-умственный аппарат используется для шоу-программы, которые предназначены для ваших глаз. Это не имеет никакого ровным счетом отношения к подобному ребенку, конкретному ребенку. Все объекты, с которыми мы производим взаимодействие, так или иначе, управляются Творцом. Все действия и ситуационные модели, которые возникают с этими объектами, предназначены для вашей лабораторной работы. Для лабораторной работы того, кто наблюдает, участвует и взаимодействует в этом процессе. Поэтому та ситуация, которую вы описали с ребенком, если она вызывает у вас отрицательные эмоции, значит, вам есть над чем подумать. То есть, если вы в данной ситуации наблюдаете свое негодование внутри, вот это действие происходит ровно для того, чтобы вы определили, какие психологические аспекты данного действия, а это точно такое же действие, как солнце встает, или облака по небу идут. Вы же не психуете по этому поводу. Но, если что-то вы дали, вы ожидаете ответную реакцию. Вам нужен положительный рапорт, а его нету, есть отрицательный рапорт, воспринимаемый вами в негативном ключе. Это причина к тому, чтобы вы поразмышляли и исправили себя. То есть, перестали вообще смотреть на подобные ситуации, это саморефлексия. То есть, вы сделали что-то хорошее, а это хорошее не принимается. Значит, вы плохая, по сути. Это подсознательно происходит. Вскрываете эти нарывы. Ну, взял ребенок, там, порвал книжку, или снял штаны, посрал и вытер вашими страницами задницу, что еще веселее. Вот, это все для этого. То есть, это для меня, мой опыт. Конечно, конечно. Поэтому, никакие конфетки с говном детям, конечно, давать не надо, это я пошутил. Ну да, это образно. То есть, понятно. А вот, смотрите, значит, Владимир, то есть, насчет того, что вот я сказала, что вот эта вот программа очищения со свечами, то есть, я могу через нее, как бы, очистить свои программы, да, вот как-то их подкорректировать. То есть, не должна, то есть, я могу через нее. Вы можете наблюдать результат, который будет происходить в процессе применения данной технологии в вашей жизненной практике. И получать информацию, вероятнее всего, те события, которые начнут происходить, ну, в большинстве случаев они у подавляющем большинстве, они вызывают стадию крайнего удивления. Потому что очень часто начинают происходить такие вещи, которые выходят за рамки стандартных феноменальных событий. И вы знаете, еще так, вот такой вопрос, Владимир, вот действительно, когда я вам задаю вопрос, по идее, может ли мне это, как бы, могу ли я это сделать? С одной стороны, это действительно абсурдный вопрос, потому что, когда ты читаешь эту практику, ты уже сам знаешь, поможет тебе это или нет. То есть, мы задаем вот эти вопросы, ну, как, откуда вы можете узнать этот вопрос, как бы. Из-за сомнений. Да, это не к вам. Да, то есть, я должна сама, я вот читаю, и я уже должна знать, поможет она мне или нет. Ну, вот, по идее, это вот так вот. Вы не должны, вы знаете, вы знаете, но ваш ум сомневается. Да, и вот, и ты задаешь эти вопросы. Знает ваше интуитивное, знает интуитивное, а сердце знает, а ум сомневается. То есть, это подтверждение нужно еще и уму, да? Я вот у вас сейчас спрашиваю, потому что... Это в первую очередь. Почему? Потому что, если где-то и прячется дьявол, то он прячется в логическом уме. А вот так еще. Можно вот женщина, которая была там, Наталья, по-моему, да, вот у вас говорила, которая такая ситуация. Вот можно я ей скажу, хотя она меня не спрашивала. Если вот самое главное, чтобы она сейчас не концентрировалась на обидах своей дочери, потому что, ну, смотреть действительно за больным человеком, это тяжелый трус. Тут бывает даже иногда для себя неохота стать и суп сварить или что-то сделать. А когда еще есть такая необходимость для кого-то это делать, ну, действительно, вот в таком возрасте, да, уже же дочка ее не молодая. Вот мне кажется, и для нее вот очень важно не концентрироваться сейчас вот на обидах. Не так посмотрела дочка, не так сказала, грубо ответила. А вот ей нужно концентрироваться на том, что, ну, не сдала же в дом престарелых, ну, не посылает же ее на три буквы. Ну, как бы не кормила, ну, кормит же. То есть на чем она сейчас сосредоточится, Владимир, да, мне кажется, то она и будет взращивать. Если она будет вот сейчас от этого страдать, от отношений к дочери, что никому не нужна, она будет это увеличивать. А вот ей нужно сосредоточиться на всем том хорошем, что есть в ее жизни. Да, ноги не работают, но руки-то работают. Но я-то вижу. Вот это вот так работает? На чем она сейчас концентрируется, то она и получит жизнь? Или как? Есть такой фильм хороший, называется «Полианна». Я его многим советую посмотреть. Вы мне уже встал разу поговорите, да, надо посмотреть. А что касается того, что вы сказали, то это происходит примерно следующим образом. Когда человек находится в состоянии негативизма, он начинает быть недовольным всем. Это усугубляется посредством тех же ответных действий и ощущений со стороны вот того человека, который ухаживает. Поэтому здесь необходимо понимание, что те действия по уходу, например, которые совершает там дочка, они должны находить, точнее они желательно, чтобы они находили одобрение. Одобрение. Почему? Потому что человек, который ухаживает, если он видит любовь и одобрение, благодарность за те действия, которые делают неформальную благодарность, типа спасибо, вот это не подходит. Вот это благодарность должна быть в душе, то есть, да, вот это вот чувство благодарности и любви. В уме, в уме, в уме. А что, благодарность должна быть в уме, не в душе? Благодарность в душе не бывает. Душа не какой-то объект, в котором может что-либо содержаться. Душа – это понимание умом безматериальной, нематериальной природы своей основы, индивидуальности. Поэтому это называется одухотворенность. Дух, у него нет физической оболочки, это не материя, с ним ничего невозможно сделать. И поэтому дух не может проявлять никакие свойства и качества, которые свойственны материи. Вот так. Вот я хотела бы сказать, Наталья, пусть она, если вот она будет представлять, вот должна ее дочка, пока ее нет, прямо вот сейчас, если она будет в воображении представлять, что ее дочка заходит, и она ее обнимает и говорит, я тебя люблю, и дочка в ответ ее обнимает, то это будет меняться, ее программа будет меняться. Это так и произойдет, поменяется в течение месяца абсолютно все. Несмотря на ее обиды, на ее недовольство, если Наталья чем-то обижена, я не знаю, на Бога, на жизнь. Пусть она просто представляет, что воображение, если она умеет воображать, просто пришла ее дочь, она ее обнимает и говорит, я тебя люблю. И дочка в ответ ее обнимает. Это называется визуализация. Да, это работает, блин, на сто процентов, все поменяется, ее дочка будет меняться на глазах. Вот прям пусть делает это прямо сейчас. За исключением одного нюанса, который мы сегодня обговаривали с другим собеседником. Это не может функционировать, если это любовь поддельная. То есть, если это делается ради того, чтобы ситуация стала лучше, это не будет функционировать. То есть, это нужно делать натурально. Хотела сказать опять от души, да, получается чувствовать это действительно. Натурально. Натурально от ума. Но это ведь работает, да, Владимир? Это функционирует. Слово работает неподходящее. Ну, да, да, функционирует. Потому что проверяла многократно вот на себе. Правильно. Также можно добиться, некоторые добиваются подобным образом расположения скверных начальников. Я так и делаю. Да, это работает. Но это же не называется манипуляцией, нет? Это же я не манипулирую людьми? Конечно, конечно, это называется манипуляцией. Некоторые женщины, например, и мужчины тоже. Ну, плохо ли, хорошо ли, вы делаете же. Хороший и плохо, что-то суждения индивидуальные такие. Вот некоторые используют это даже для других целей. Например, женщина хочет завладеть мужчиной, и она моделирует ситуацию своей, тесни. Соответственно, через какое-то время мужчина начинает клевать. На вкусную приманку. Даже если она внешне не очень симпатична. Ну, смотри, какие намерения у этой женщины. Если, скажем, это отец ее детей. Какие же намерения у женщины? Не использовать мужчины, скажем, а улучшить семейные отношения между мужчиной и женщиной. Семейные отношения разве не для использования выстраиваются? Я думаю, нет. Ну, а как это? Только использовать друг друга в жизни? А зачем тогда такие семейные отношения? Это значит, это значит о том, что вы не относитесь к большинству, раз так размышляете. Нет, в семейных отношениях мне больше хочется давать, Владимир. Я не жду ничего в ответ. Вы все верно говорите. У нас как раз, по-моему, предыдущий или предпредыдущий эфир очень хорошо раскрывал вот эту тему. По большому счету. Здесь можно опять привести простой пример. Пример от Фаины Раневской. Знаете, такая женщина была такая? Да, да, конечно. Интересно. Она утверждала следующее. Если встречаются глупые мужчины и глупые женщины, то это мать-героиня и отец-героиня. Если встречаются глупые женщины и умные мужчины, то это мать-одиночка. Если встречаются, наоборот, умные женщины и глупые мужчины, то это обычная семья. А если встречаются умные мужчины и умные женщины, то все дело заканчивается флиртом. Так утверждала Фаина Раневская. Но при всем при этом это стандартная модель. Есть еще нестандартная модель, когда грани между полами стираются, и мужчина и женщина являют из себя единое целое. Ибо у них есть общность взглядов, общность интересов и общность целей. Знаете, как я рассматриваю отношения между мужчиной и женщиной, когда вот они, скажем, единое целое. Это, скажем, вот сидят две голубки, да, как бы и она свободна. То есть эту голубку ничто не держит, ни клетка, ничего. И этого голубя ничего не держит. Но они вместе просто потому, что им хорошо вместе. Не потому, что дети, не потому, что деньги. Они свободны. Они могут улететь. Но они остаются вместе, потому что им комфортно вместе. Они действительно одно единое целое. Не за что-то, не потому, что меня вот бесит, когда девушки спрашивают, а за что ты меня любишь? Как это понять? Как можно меня любить за сиськи, за жопу? Или за то, что я тебе хорошо даю, или там готовлю для тебя? Ну, это маразм. Хотя нет, осуждать, конечно, тоже не так. Это ее просто жизненный опыт. Она на этом пути пока еще. Но вот любить за что-то. Как понять меня можно любить за что-то? Ну, даже моя внешность, это же не мой. Это, ну, Бог даровал мне эту внешность. Как можно любить девушку за то, что она красива, Владимир? Это не ее заслуга, даже не заслуга ее родителей. Привели интересный пример с двумя голубками. Вы знаете о том, что на многих печатях государств изображены где-то сокол, где-то орел, где-то еще. Вот представьте себе, вот сидят две голубки, да, прилетает к ним орел. И говорит, слушай, говорит, вот сейчас, да, говорит, твой, этот голубь-то тебе, сейчас это яиц тебе понаделает, птенцов, говорит, и улетит. А потом кто тебе жиронину будет приносить? Подохнешь, и дети твои подохнут. Давай-ка здесь и сейчас вот подпишите-ка брачный контракт. А я буду контролировать исполнение брачного контракта. Если твой голубь куда-нибудь полетит к какой-нибудь другой голубке, чпокать ее, то я его заклею. Понимаете, как это устроено интересно? И голубка такая сидела, у нее в голове никакой мочи не было. Прилетел, так сказать, орел и насосал ей в сознание вот этими страхами. Вот так и управляют социальными системами. Ну, то есть, в морок, да, людей, как бы, люди попадают в морок. Ну, конечно. Если это сознание очистить, то это вот так должно быть. Потому что вот иногда смотришь, да, даже вот дети, скажем, вот семья, папа, мама, как бы и дети, да, и вот ребенок, пользуясь тем, что там, как бы, вот, мама его любит, вот он лежит и говорит, мама, принеси конфету, принеси то. Но если вот понимать, когда ты любишь действительно человека, ты сам пойдешь, закроешь форточку, ну, как бы, сготовишь завтрак. Ты не будешь использовать другого человека, вот, как раба. Ну, это же рабство. Пользуясь тем, что тебя человек любит, ты начинаешь его использовать. Будешь получать удовольствие от того, что делаешь для нас вместе. Да, то есть, женщина вот, я сама вынесу мусорное ведро, хотя, например, принято считать, что это работа мужчины, что мужчина должен это делать. Но когда ты любишь человека, действительно, когда тебе хорошо с ним, ты сама вынесешь это мусорное ведро. И я думаю, что автоматически мужчина, видя это, и наоборот, женщина, видя это, это потом, ну, человеку самому хочется сделать это. Ну, вот, ну, вот так вот отношения строятся, а не вот так. Отношения идеальные строятся тогда, когда никто не размышляет на предмет того, кому и чего надо делать. Вот, руки сами делают. Это происходит автоматически, Владимир. Ты просто это делаешь, что не хочется. Именно так. Ну, вот, вот так вот. Да, и вот просто, вот я даже сейчас не помню, а когда я была молодой, опыта у меня не было. Вот, честно говоря, я не помню, я это понимала или нет. Ну, судя по тому, что развелась, наверное, все-таки это приходит с опытом, я так думаю. Наверное, в молодости я этого не знала. И опыт свой ошибок трудных. Ну, видимо, так, а честно, наверное. И парадоксом вдруг. Да, это с каждым опытом приходит. Но дело в том, что сейчас у меня есть этот опыт, но проблема-то в том, что, а мужчина-то мне теперь уже не нужен и неинтересен. Ну, как бы сейчас... Это вопрос, это вопрос, на который у вас пока есть ответ. Нет, но когда все случается естественным образом, и вдруг появляется мужчина, который вот просто появился у вас в жизни мужчина, и все. И вы стоите перед фактом. Оно случилось. У меня нет такого вот запроса, как вот женщины говорят, я не могу быть одна. Некоторые ведь люди действительно не могут быть в одиночестве. Для них это смерти подобно. Все, вот она осталась одна. Ну, не то, что смерти, это страдания. Это страдания. Они страдают в одиночестве. Для меня одиночество, это своего рода кайф. Вообще, вот остаться дома одной, в тишине, и побыть самой собой, ну, это наслаждение. Но я не отрицаю, что... Свобода. У меня нет такого запроса, что вот я хочу мужчину там. Ну, если встретиться, я не отрицаю, возможно. Я не отрицаю, я не буду... Ну, я имею в виду, что мне комфортно одной. И с одной стороны, иногда сидишь и думаешь, господи, и зачем весь этот опыт и знание, если и мужчины-то нет. Ну, поэтому сейчас я все-таки стараюсь делиться этим опытом, как бы, с людьми, которые меня окружают. И, как бы, даже по-своему делаю на этом деньги. Я уже не хочу это делиться этими знаниями бесплатно. Я в свое время... А теперь я понимаю, что я могу на этом зарабатывать, как бы, делать деньги. Ну, я это люблю, скажем, да. Сейчас сколько денег-то сделали, сколько вы сейчас. Ну, что-то безобразие. Совершенно безоплатно всех тут проконсультировали. Ну, ничего. Я, как бы, беру с вашего чата полезные ответы и что-то даю. Это же процент, ты даешь и забираешь. Ну, и слава богу. Да, потому что вы же мне тоже много чего полезного даете. Почему я не могу дать вам что-то взамен? Ну, смотрите, здесь ситуация устанавливается таким образом, что люди имеют возможность получить информацию из этого источника, в котором и вы, и я являемся просто обычными элементами. Вот и все. И они тоже. Каждый берет для себя что-то полезное. Слава богу. Со мной же тоже кто-то этими знаниями поделился. Почему я так же не могу отдать? Ну, конечно, определенные какие-то секреты я даю только за деньги. Сегодня за деньги, завтра можете кому-то дать и так. Кто же знает. Ну, конечно, это абсолютно так и работает, да. Здравие тела и ясности ума. Аз есть мсущие здесь и сейчас, делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok